Снова мы в нашей студии с очаровательной людой ведем разговор о Диме, о людиной семье. И вот я напоминаю то, на чем мы остановились в прошлый раз, это вопрос о конкретных изменениях, которые произошли у Димы. Это сын Люди, напоминаю, кто к нам часто подключился. О том, какие изменения за это время произошли у Люды, у ее мужа в отношениях в семье, в взглядах. Вот конкретно что случилось, что поменялось. Учитывая, скажем, большой опыт работы и работы в том числе и над собой, но все-таки что принципиально здесь произошло на Луну? Хорошо. Если позволите, я немножко начну с диагноза, вообще с чем мы приехали, потому что аутизм, он бывает разный. То, что диагностировали моего сына, ему уже 10 лет, и диагноз с 3 лет выставлен, есть инвалидность. Вот. Здесь более конкретизировали процессы. Это вот то, что сейчас прозвучит, это то, что поставили здесь или то, что поставили там? Нет, диагноз поставлен в Белоруссии, в городе Минске, 7 лет назад. Аутизм, инвалидность ему выставили, ну, мы подали на инвалидность только года полтора назад. Вот. У меня были избыточные надежды когда-то, сейчас, я надеюсь, уже избыточные, что это можно как-то исправить. Значит, аутизм и аутизм. Я человек не медицинский, то есть медицинского образования не имею. Я педагог по специальности, поэтому очень сложно было понять процессы, которые с человеком происходят, с моим младшим сыном. И здесь единственное место, где мне конкретно рассказали, что происходит с организмом моего ребенка. То есть были выявлены признаки хронического нейровоспаления в лобных и теменных долях. Я читаю, чтобы ничего не правильно не сказать. Дальше признаки активного воспаления в районе мозжечка, шейного отдела и спинного мозга. И недоразвитие с возможностью начала процесса дистрофии нервной ткани в районе лобных и теменных долей. А также признаки повреждения поджелудочной железы и печени. То есть так как уже прошло 7 лет, если бы я привезла ребенка сюда в начале процесса, это, конечно, было бы совершенно другое состояние, потому что уже начало процесса дистрофии нервной ткани и получить возможность полного исцеления и возвращения его до нормы, как сказала Юсефа, маловероятно. Вот эти диагнозы, которые поставлены здесь, то есть это как бы, ну, объяснение, оно поставлено после каких-то серьезных аппаратных исследований, там каких-то анализов. Как поставили диагноз в вашем центре? В вашем центре? Если сторонники аппаратных исследований и анализов хотят здесь получить результаты таким образом, они этого не найдут, я хочу сказать. Потому что здесь используются совершенно другие методики. ряд специалистов, которые работают здесь, проводят методики. Ну, Аркадий, я боюсь сказать что-то неправильно. Я поправлю, не вопрос. Потому что я не владею медицинской терминологией. А вот ты расскажи просто о твоих впечатлениях, как мама, ты же вот все это видел, ты все это ощутила на себе. Вот как это ощущается? Потому что, ну, может, многие, услышав вот этот перечень, испугаются, а что там вскрывали, что-то смотрели, что-то там такое делали страшное с детьми, с родителями. Откуда вот это вот привело? Вообще здесь работает команда. Вот. Очень мне понравилась диагностика и работа специалиста АСАФа, который восточную медицину изучит, китайскую медицину, и работает с иглоукалыванием. Великолепный просто восторг специалист по работе с позвоночником. Доктор Шлома, после его стола, реально, я вставала, у меня осанка, не просто осанка выполнялась, я выше становилась. Вот. Но самое главное, это руки Юсефа и Давида, это целители с большой буквы. То есть все... Я Аркадий. Да, Аркадий, Асиопат, неконкуренция, крайне сакральная терапия, тоже диагностика. То есть ряд моментов по организму ребенка я знала. Вот. Здесь я получила подтверждение того, что я знаю, и более конкретизированные расширения. Я уточню момент. Когда ты... То, что ты знала, ты, в принципе, тебя никто не спрашивал. Да, то есть меня не спрашивали. Я подтвержд... То есть я получила тут же подтверждение всем моментам, которые я уже знала, но не просто подтверждение, их более конкретизировали, расширили, и у меня появилось ясное понимание. И объяснили. Это самое главное. Любая диагностика – это нормальное лечение. Да, да, да. Мы сейчас к этому вернемся тоже. Вот другой вопрос, что здесь очень важно, и это, кстати, вот я как классическая медицина, как врач-педиатр, что я четко скажу, что очень важно для родителей, когда им объясняют понятным им языком, что происходит с их ребенком. Вот это происходит тогда, становится возможным, когда специалисты прекрасно понимают, что они делают. Вот, потому что если доктор там говорит, ну, вот у вас там вот это, вот это, вот мама ничего не понимает, все расходятся довольны, никто ничего не понял, никто не знает, что с этим делать, но как бы высказано, да, диагноз поставлен, и все на этом. Вот здесь так не делается. То есть здесь объясняется маме так, чтобы она все поняла, и как вот Давид сказал, я к этому подхожу просто, сразу начинают с этим что-то делать. Сразу это начинают исправлять. И вот насколько успешно, Люда вам сейчас расскажет. Самое важное для меня то, что нейровоспаление активное, и вот это вот хроническое, которое в головном мозге у моего ребенка было, оно остановлено. А если остановлено воспаление, есть возможность нормального развития мозга. А какие основания есть, так говорится? Что-то изменилось? Изменился, Дима. Я как мама вижу, что состояние ребенка поменялось. Он стал, во-первых, более расслабленным и спокойным, потом более осознанным. То есть он понимает больше то, что ему говорят, потому что раньше он, обращенную речь он понимал, но на уровне... Я прошу прощения, важный момент. Первое, что я тебя слышал, первое время все, что он не понимает, он не понимает. Это он не понимает, он не понимает. В общем, ситуация с этим сейчас... Начало меняться. Он стал понимать больше, чем раньше. Если раньше он ловил, мы сказали, больше по эмоциям, по тону, по внутреннему состоянию, что человек... То есть эмоциональное, внутреннее состояние человека, тон, вот как бы так, больше жеста, если этого не хватало, то сейчас обращенная речь как-то больше до него доходит, и концентрация внимания получше стала. Пару новых слов появилось, так как у него словарный запас, очень маленький, пару фраз он использует, и очень редко. В основном на своем тарабарском, вот таком вот лепечет. И сказали, что ментальное развитие его не превышает уровень четырехлетнего ребенка, хотя ему уже 10 лет. Так вот, я к тому, что если воспалительные процессы остановлены, у него будет возможность догнать свой возраст, хотя бы приблизиться к норме своего возраста. Это, конечно, нужно время. Я очень хочу, чтобы несколько месяцев прошли быстрее, и посмотреть, какая динамика у моего ребенка будет. И обязательно запишу результаты и видео, что стало через пару месяцев, через год. Вот, но уже динамика пошла, и это меня очень радует. Я верю, что Дима станет таким, каким я мечтаю его видеть. Ну и, наверное, если вот Люда еще что-то хочет добавить, да, пожалуйста. Хочу добавить. Я хочу поблагодарить всех, кто нас здесь принимал. Я в таком восторге от гостеприимства этого центра. Мы были в разных местах. Много было и подарков, и приятных бонусов, и приятные отношения. Но такого отношения к людям, как я увидела здесь, я не встречала нигде, честно. Юсефа и Давид, люди такой широкой души. Это буквально в каждой мелочи, насколько продумано здесь все и для людей. Даже вот тут нюанс, что с самолета в Тель-Авиве нас встретили машиной, привезли в другой город. Ни на каком, ни на такси. На машине лично. Нашли жилье подходящее. Дали тут же телефон, даже с мобильной связью домой, в другую страну. Дали карточку для проезда с деньгами. В квартире у меня было ряд продуктов, то есть позаботились о том, чтобы мне не нужно было сразу бежать, искать, чем кормить ребенка, семью. Потом, приходя в центр, здесь я вижу каждый день такие элитные угощения для детей и взрослых. Здесь полный стол фруктов, овощей, сухофруктов. Все дорогое. Зелень заказывается высокого качества, органическая. А сколько дарится подарков еще домой, я целую сумку увожу. Я вижу, что это же самое делают другие люди. Потом мне еще очень нравится то, что здесь вместе все родители в одном месте имеют возможность пообщаться, увидеться, обсудить свои вопросы по детям, увидеть, опять же, детей, динамику их развития после центра. Это тоже очень ценно. Я столько друзей приобрела здесь за эти 20 дней. Но, что еще сказать? То есть, сколько благотворительных моментов я здесь увидела. Отвечаю всем тем, кто говорит, что здесь высокие цены, что здесь все не для людей. Это неправда. Я увидела цены рядышком за околицей. Здесь далеко не самые большие цены по Израилю на лечение. Раз. Отношение к людям бесподобно. С большой душой. Два. Я в восторге от всего. Самое важное, что лично для меня было ценно, не считая, конечно, лечение и ребенка это вне конкуренции. То, что мне подарили здесь экскурсии по святым местам. 8 часов автомобилей возят каждую семью. Я проехала по тем важным для меня местам, о которых, наверное, не смела мечтать дома. Я получила такое впечатление, такое... Это не высказать. Очень многие моменты во мне поменялись. Просто... Каждый день ездили на автобусе, так как жили далеко. И ребенок мой требовал туда. И меня душа звала. Все равно мы каждый день были. А сейчас мы будем ходить пешком, потому что часть времени мы сменили квартиру. получается ближе. Вот. Конечно, еще впечатление побывать на Мертвом море тоже бесплатная экскурсия от центра. Бесподобно. Вот. Поэтому я увожу отсюда и впечатление, и радость, и изменения свои внутренние, и надежду на то, что ребенок мой пойдет по пути выздоровления, на который уже ступил. Ну, вот, наверное, да, говорится, тут не убавить, не добавить. Людочка, спасибо большое. Мы от всей души желаем, чтобы вот эти мечты, чтобы они стали реальностью, чтобы все это действительно состоялось, и чтобы Дима не просто излечился, а чтобы Дима стал, ну, скажем, нужным, полезным человеком для общества, чтобы он оставил свой вот серьезный, глубокий след в этой жизни, и чтобы он был действительно полезным для общества, для других людей. Вот. И, честно говоря, чтобы вот все те годы, которые вот были до сих пор, чтобы они просто ушли, стерлись в памяти, вот как, вот, вообще, как будто бы их и не было, а чтобы впереди была веселая, счастливая, радостная, здоровая жизнь, что мы вам, собственно говоря, искренне желаем. Благодарю. Вот, да, и на этом мы прощаемся с нашими зрителями, до новых встреч в нашей студии, всего доброго, здоровья.